Привет всем, кто смотрит. Добро пожаловать на Саша's Soul Station. Сегодня ленивый день, хотя встали очень рано вся семья, поэтому как последствие того, что мы встали рано 8 часов. Теперь еще даже 12 нет и все в отрубе. Включаю мужа дома, потому что это очень рано для нашей семьи, вставать так рано. В общем, пока дети спят, решила записать видео о том, что у меня доливают сомнения, продолжать ли мне челлендж свой или нет. Если сомнения не начались, то, скорее всего, рано или поздно закончится. Скорее раньше, чем позже. Просто я уже нарушила несколько раз. Средние, получается, не стопроцентные опять. Опять я скатилась на салаты. В салаты уже пошел нут и семечки каленые. И даже я ела несколько раз чипсы. Чипсы ела... Ну, банановые – это ладно. Я еще это считаю технически сыроедным, что это я не нарушаю. Банановые чипсы. Но я уже ела кукурузные чипсы. Вот это беда. Это беда. Та еще. И меня продолжают удаливать желание поесть суши. Я уже прям настроена, честно говоря, поесть суши. Бог с ним. Все. В общем, это плохой сезон. Ладно, буду винить. Буду винить, скидывать вину. Ну, и сезон. Плохой сезон для перехода. Потому что хочется комфорта. Все эти привычки старые одолевают. Когда начинали готовить супы и всякие... Супы и всякие тушеные овощи. Что-то такое более теплое, комфортное, тяжелое. Ну, не знаю. Конечно, готовить я, скорее всего, ничего не буду. Но суши поесть – это да. Не знаю. Посмотрим. Может быть, даже и на суп когда-нибудь сорвусь. Я не знаю. И я знаю, что я ничего не знаю. И я знаю, что я ничего никому не должна. Единственное, кому я должна – это самой себе оставаться честной. И быть честной со всеми остальными. И я не буду ничего придумывать. Я показываю историю свою, как есть. Я не собираюсь мучиться со своими... в своих рамках, созданной самой себе. Только потому, что я кому-то сказала, чтобы доказать, что я это могу или что-то. Вот если я не готова, если я чувствую, я не готова. А, скорее всего, я так думаю, что я не готова. Раз у меня такие мысли вообще есть в голове, значит, я не готова. Вот лето мне, когда ело – чистое среди нень, чистое мона, мона, пять недель. Было так кайфово. У меня такие мысли даже не одолевали. И даже не хотелось. Но я все равно знала, что я не готова еще. И права была. Все-таки еще не готова. Все-таки я еще в переходном таком болтающемся периоде. Но я знаю, что я дойду к своей цели и там останусь на 100% чистейшем сыроедении. Даже фруктоеденными, скорее всего. Потому что, если нет салатов, то, в принципе, ну, что я там, цветную капусту могу поесть и морковь. Ну, зелень положить в смузи. Хотя, если я намону, то даже и зелень будет отсутствовать полностью. Моя задача – это показать, как это все происходит реально. И вот сейчас реально у меня просто желание нафиг закончить этот челлендж. И немножечко расслабиться. Если хочется, значит, надо пока что. Значит, просто не готова. Потому что, когда ты готов, таких мыслей даже нет. Их нет. Я уже была через это. Ну, почти, 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 вот прям почти. Потому что я все равно была не готова 100% добраться до этой вершины и там остаться на ней. Ну и что? Жизнь долгая. Жизней много. Я надеюсь, что этот опыт перенесу в моя следующая жизнь. И это поможет моему следующему телу. А пока что… Пока что я понимаю, что я еще не там. Я должна заметить, что если бы деньги не были такой проблемой, то я бы вообще не испытывала никаких трудностей. Честное слово. Это однозначно. Я не отмазываюсь. Это реально так. Потому что я пошла бы просто ела сыроические суши, сыроическую пиццу. В переходный период. Я считаю, это нормально. Или просто бы ела огромное количество, огромнейшее количество фруктов, пока я не лопну. Чтобы насыщаться и чтобы вообще таких мыслей не было. Чтобы эти фрукты вычищали меня, вычищали все мои мысли, все токсины, кожу и кровь. Чтобы все это вытягивали. Ну, мне приходится себя ограничивать. Может быть, в этом огромная проблема, в этом. Я сначала думала, что классно, что я на бюджете, что меня это останавливает, что я не обжираюсь. А теперь я уже понимаю, что да, все говорят. И опытные сыроеды говорят, что надо здесь в неограниченных количествах столько, сколько хочешь вообще ментально. Физически понятно, что быстро наедаешься. А вот чтобы полностью удовлетворить себя. И разнообразие чтобы было. Всегда чтобы было разнообразие полное. Что захотел, то есть ел, чтобы никаких не было ограничений. Единственное ограничение, что все должно быть сырое. Все. Сто процентов. Сто процентов. Без всяких там. Выпросительных. Даже чтобы кешью отсутствовало. Потому что это сразу начинает тянуть тебя вниз. Для этого нужны денежки. Для этого нужны денежки. Я думала, что это все-таки плюс, что я на бюджете. Оказывается, нет. Оказывается, нет. Все равно тянет ко дну. Потому что недостаточно. Недостаточно. Недостаточно фруктов, которые наполнены водой, как мы. Мы должны есть водянистые. Самые водянистые фрукты по большей части. Арбузы, дыни, апельсины, виноград. Все должно быть, конечно же, отличного качества. И тогда вообще все вопросы отпадутся на собой. Если вы поедете в Таиланд или куда-нибудь. В любую тропическую страну. Там это все отпадает сразу. Особенно, если уже с таким менталитетом, как у меня. Что я хочу. Я к этому стремлюсь. Я понимаю, зачем это надо. Я понимаю, что это в себе несет. И ты туда приезжаешь и начинаешь есть фрукты. Все. И тебе действительно больше ничего не надо. Все вопросы отпадают сами собой. Это комбинация всех вещей. Это неверный климат для сыроедений. Мы не должны тут торчать. Вот начинается зима. Неизбежно хочется чего-то тяжелого. Все привычки, которые столько лет сформированы. Можно бежать от них сколько хочешь. Но это только еще больше тебя с ума сходит. Я все сказала. По-моему. Это еще больше сходит тебя с ума. Что тут еще осталось? Все сводит с ума. Все сводит с ума. Все сводит с ума. Обжорство сводит с ума. И нехватка сводит с ума. Как-нибудь разберемся, что делать надо с этим всем вопросом. Извиняюсь за такое ужасное видео. Я не буду пропускать. Я не буду перезаписывать. Это уже, честно говоря, третье видео, которое я записываю. Я первые два удалила. Потому что я сегодня в таком состоянии. Но видео пропускать не собираюсь. Запись. Я и так иногда отмазываюсь тем, что позже, что я ела за день фотографии. Вот, типа, мое видео отмазалось за день. Я не хочу. Хотя бы над этим аспектом я хочу работать. Продолжать работать в полной мере. Каждый день делать видео. Каждый день делать видео. Потому что неизбежно практика приводит к улучшению. Даже если делаешь абы как. Все равно с практикой неизбежно ты становишься лучше. Поэтому лучше так вот буду записывать видео. Но буду записывать это мой канал. Интернет у нас безграничный. Так что проходить мимо не воспрещается. Ставить дизлайки тоже не запрещается. Выражайте свое мнение. Если оно у вас есть. Или проходите мимо. Это все нормально. Спасибо за просмотр. Сомневаюсь, что я тут досмотрел. Но если вы досмотрели, благодарю от всей души. Всем всего самого прекрасного. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok